Здравствуй, дорогая церковь! Меня зовут Надежда, мне 54 года. В церкви новое поколение, я 22 года. Придя в церковь, я не слышала о Боге, о Господе, вообще ничего. Я совершенно из неверующей семьи, и ни мои родители, ни бабушки, ни дедушки не дали мне никаких знаний, ни познаний о Боге. Все, что я узнала о Боге, это дал мне мой пастырь. И я как-то сразу встала в служение. Я была в молитвенном служении, я была в служении увещевания. И потом проходило время, и я стала служителем домашней группы, лидером домашней группы. Чем я жила? Этого было, ну, какое-то время достаточно для того, чтобы подниматься в Господи, для того, чтобы служить людям. И я уже была лидером более десяти лет, когда в мою жизнь пришло то время, когда я поняла, что я остановилась. Внутренне у меня были, ну, большие переживания по поводу того, что я не делаю то, что хочет от меня Бог. Я не вижу в себе даров, я не вижу в себе проявления талантов моих, я не вижу цели какой-то. И я стала задумываться даже о том, чтобы оставить служение. Я видела чудеса какие-то в жизни, в своей жизни, в жизни людей, но это не приносило мне вот какого-то, не было, ну, я не знаю, дерзновения, прорыва, что я, чувство, что я иду вместе в одну ногу со своим пастырем, со всей церковью. Мне казалось, что я где-то остановилась. В это время появился человек в моей жизни, которая впоследствии стала моим наставником. Я очень благодарна Богу. Ее зовут Вера Шкарбатова. И однажды она пришла ко мне домой, и мы с ней сидели, общались, и она сказала, «Надя, не хочешь ли ты ходить на ходатайственную молитву? Есть такая вот команда у нас, и мы молимся за пастырей. Я думаю, что тебе уже пора там быть». И я согласилась, я пришла на ходатайственную молитву, я увидела эту команду, я увидела эту силу молитвы, я увидела большое будущее в этой команде. И в один момент она мне сказала, что будет молитвенная гора, конференция. И она мне сказала, «Надя, ты знаешь, у меня, я была прошлый год на этой конференции, и я получила перерождение на этой конференции». И она сказала, что, наверное, тебе это надо. Вот ты сделай так, чтобы ты была все пять дней на этой конференции. Я говорю, хорошо. Я не могу сказать, что именно с того времени что-то вот кардинально стало меняться в моей жизни, я приняла какие-то вот судьбоносные решения в своей жизни. Нет. Но я стала ходить на молитву ходатайственную. И прошел год, это был опять ноябрь, и опять приближалось время конференции. И Вера мне опять говорит, «Надя, давай пойдем еще». Я говорю, «Зачем? Мы же были прошлый год». Она говорит, «Давай пойдем еще раз». Я говорю, «Хорошо». И в пятый день конференции Наталья Завсеголова, она молилась и говорила, что сейчас будет Господь давать новые имена каждому из вас. Я получала будущность. Я видела, что что-то новое начнется. Конечно, это только строилось внутри меня еще. Я поняла, что что-то начнет Господь теперь созидать в моей жизни, что-то будет меняться в моей жизни. И каждый день Тайная Комната, она была уже не просто молитвенной комнатой, она была рабочей комнатой. Там, где я молилась с Духом Святым, это было сотрудничество с Духом Святым. Я читала Слово, и это Слово начинало говорить мне. Это началось, ну, это началось новое, новый какой-то этап моей веры. Я поняла это, это проходило день за днем, это было неделя за неделей. Были времена, когда, конечно, я уже понимала, уже вечер, у меня не было тайной комнаты, молитвы. И я знала, несмотря ни на что, но я в какое бы то ни было, но в день у меня была часовая молитва. И когда я служила Словом, служила молитвой, я понимала, что я встаю над теми обстоятельствами, которые раньше меня просто могли раздавить, опять сделать из меня ничто. Потому что я понимала, что то, что я делаю сейчас, то, что во мне открывается, чем я стала жить сегодня, это намного выше, намного больше и намного больше приносит мне радости. И это стало поднимать меня над моими проблемами. И я поняла, что для меня сейчас нет больше радости, чем я могу принести какой-то плод, быть чем-то полезным в теле Христовом, послужить просто людям. Я служитель в ходатайственной команде, я лидер домашней группы, я региональный молитвенный лидер, я наставник. Сегодняшнее видение пастыря, оно касается моего сердца. Это видение становится моим, это видение становится каждого человека в моей домашней группе. Мы молимся за это, мы начинаем ходить к людям, мы начинаем свидетельствовать об Иисусе Христе. То есть я увидела, что жизнь приходит во все сферы моей жизни. Я очень благодарна своему пастырю Андрею Георгиевичу Тищенко. Я очень благодарна своему наставнику Вере Шкарбатовой. И, конечно, я очень благодарна Наташе за все головы. Я благодарна Юле Власенко, я благодарна Руслане. Дорогие братья и сестры, я хочу сказать вам, что молитвенная гора, вот эта конференция, это новое начало для чьей-то жизни. И если даже вы будете платить какую-то цену для того, чтобы попасть на эту конференцию, вы знаете, вы получите во много-много раз больше, вы взойдете на гору, вы взойдете на гору и вы увидите те просторы, которые Господь для вас приготовил. Я приглашаю тебя на молитвенную гору, на молитвенную конференцию в город Першатравинск.